Добрый вечер. В эфире телеканала Югра программа «Простые вопросы». Как всегда в студии для вас работает Мария Пуртова и Виталий Сапрыкин. Здравствуйте. На прошлой неделе в Югре восьмой раз прошло глобальное событие. Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС. Масса площадок, конференций, встреч. Сегодня с представителями IT-отрасли мы поговорим о том, что полезного для нашего округа принесет эта очередная встреча IT-специалистов. Но в большей мере, конечно, интересны и перспективы развития IT-отрасли, так как в сегодняшнее непростое время именно она может занять ключевую роль в развитии экономики. У нас сегодня в студии директор Департамента информационных технологий Югры Павел Ципорин. Павел Игоревич, приветствую. Здравствуйте. А также у нас в студии Андрей Мельников, директор Югорского неинформационных технологий. Андрей Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Павел Игоревич, начнем с итогов форума. Был подписан ряд соглашений, мы знаем, что в том числе с фондом интернет-инициатив, с тем же Ростелекомом. Вообще расскажите, какие соглашения были подписаны и что вообще они означают для нашего округа? В целом форум прошел, как всегда, на хорошей волне. Приехало очень много специалистов, в том числе, несмотря ни на какую политическую ситуацию, была международная повестка хорошо представлена. Если смотреть в том числе и онлайн режим, то у нас 45 стран участвовало в работе форума. Если говорить про соглашения, то подписано их было 15 с таких соглашений разного уровня, между различными субъектами Российской Федерации, с IT-компаниями было подписано соглашение. Был подписан даже меморандум подключения к кодексу искусственного интеллекта рядом IT-компаний региональных и московских. Целый кодекс по искусственному интеллекту есть. Если говорить про те соглашения, которые вы назвали, это фонд развития интернет-инициатив, то мы с этим фондом, который финансирует различные крупные проекты в сфере IT, прорабатываем вопросы опережающего внедрения ключевых новых IT-проектов в нашем регионе. Если привести пример, например, мы прорабатываем направление создания инфраструктуры под беспилотные летательные аппараты у нас в регионе. Если говорить про соглашения с компанией Ростелеком, то с ними мы прорабатываем проект окончательного доведения оптики до самых труднодоступных населенных пунктов. То есть мы ежегодно субсидировали это со стороны региона, доводя, уже остались буквально точечные у нас населенные пункты. Покрытие интернета у нас более 99% от населения округа. Вот как раз в рамках этого соглашения хотим проработать вопрос, довести уже до самых... Да, какие у нас самые? Где у нас еще нет? Наверное, Березовский район. Березовский мы покрыли уже два года назад, да, там, слава богу, все хорошо. Нет, точнее, Белаярский два года назад, а Березовский еще раньше. Сейчас у нас самое больное место – это Корлики. Слишком далеко тянуть. Нижневартовский район. Да, Нижневартовский район, радиорелейка – это тоже невозможно по болотам дотут индустриально. Поэтому сейчас будем рассчитывать, как туда оптику дотянуть. Вот, знаете, вопросы подготовки кадров и, самое главное, сохранение кадрового состава наших айтишников, это стоит очень остро. Тем более сейчас мы знаем, что у нас очень много людей выезжает из страны, тысячами буквально. И в лучшие времена 2,5 миллиона у нас не хватало айти-специалистов. Мы на форуме поспрашивали, собственно говоря, мнение людей, которые туда приехали, специалистов. Я предлагаю его посмотреть вообще, как человек видит дальнейшее развитие нашей айти-отрасли. Давайте посмотрим. Из Яндекса уехало тысяча две человек, да, поднялись в должность. И ничего страшного не произошло, да. На каждом месте появился чуть менее квалифицированный человек. Но то, что это прервалась связь у компании, да, то есть прервалась история развития. То есть, знаете, как у дерева есть история, когда в Дендраре оно стоит, если вы его не пересаживали, у него очень глубокое укоренение, но если его выдернуть, оно погибнет. А если дерево один раз пересадили, оно будет вот так вот летать бесконечно. Вот наши программисты – это примерно такая история. Мы их теряем. Я пока не вижу эффективных способов восполнения. Просто восполнения не вижу. То есть государство во все тяжкое с увеличением, там, не знаю, образовательных мест, но это не тот путь, это однозначно. То есть здесь не… Это не потому, что мы места-то увеличили, отчитались и забыли. Но надо еще преподавателей найти. А вы должны понимать, что в популяции всегда побеждают люди слабые. Ну, то есть вот если у вас есть 250 тысяч ежегодно выпускающихся айтишников, вообще непонятно, что это такое, да, то победят и придут на должности те, кто менее квалифицирован. Потому что самые квалифицированные тут же уедут. Мы не делаем ничего для того, чтобы оставить. И вот это одна из самых больших причин. Надо же, сравнил с моей любимой темой, с цветами, с укоренением. А вообще, насколько остро сейчас в нашем округе стоит эта проблема? Дефицита айти-специалистов. Ну, даже в вашей компании. Давайте, как профессор, скажу, что действительно проблема есть. Но надо понимать, и я здесь поддержу нашего коллега, что основная проблема связана с высококвалифицированными специалистами, так называемыми сеньорами в области айти-индустрии. Даже такое есть сеньор, джуниоры. Конечно, есть джуниоры, это только выпускник вуза, и сеньор. А это уже как бы топ-специалист. И действительно, сеньор – это человек, который имеет минимум 5 лет профессионального опыта, с серьезнейшей подготовкой, шириной. Но, вот здесь я хотел бы сказать «но». Надо объективно относиться, что вот этот процесс движения кадров – это нормальная работа в айти-отрасле ситуации. То есть это всегда было, есть и будет. Более того, если построить и сделать нормальную систему возобновления кадров, а это, конечно, ключевая роль университета, это ключевая роль, вот те новые создаваемые в регионе структуры, наверное, здесь можно упомянуть проект Сбербанк «Школа-21» по подготовке айти-специалистов, то вопрос генерации нового поколения, вот как я говорю, подроста, он всегда будет. Другое дело, что нужно еще серьезно вложиться, и это мы сейчас, вот честно скажу, что обмениваемся опытом, обсуждаем это в том числе с ключевыми айти-компаниями, подготовки именно высококвалифицированных специалистов. Вот это, да, точка такая. Самое полевое. Ведь в наглую переманивают, буквально вот тысячами люди уезжают. Вот Deutsche Bank заявил, две тысячи наших айтишников взял и заманил к себе в Германию, за раз, причем и с семьями. А вернутся ли они, непонятно, потому что вместе с семьями то ехали. Вот что делать-то у нас? У нас можем столкнуться с такой ситуацией, что в округе мы вот прямо... Ну смотрите, Герман Клименко, эксперт, конечно же, уважаемый, но как раз на эти форумы выступал другой уважаемый эксперт, Владимир Якушев, полноводческий президент в федеральном округе. И он озвучил тоже свои цифры, что по УРФО они мониторили отток специалистов, и вот как раз с начала этого года уехало сперва около 10% этих специалистов, а потом там около 8% из них вернулось обратно. То есть это было всегда, как Андрей Татьянович правильно абсолютно говорит, всегда ключевые специалисты уезжали, и другие компании переманивали. Я помню, даже из Ханты-Мансийска мой один знакомый аж 20 лет назад в Канаду уехал программист жить. Вернулся? Нет, живет, и слава богу, ему, наверное, там хорошо. Но этот процесс не вчера начался, он постоянно, и с других стран к нам приезжают программисты. Америка, Китай пылесосят специалистов. То есть это как бы нормальное такое всемирное взаимоотношение. Сейчас это приобретает уже какие-то такие масштабы? Сейчас это не приобретает, это какие-то супермасштабы. Из Ханты-Мансийска, из IT-специалистов с начала года никто не уехал. Все работают, все любят свою родину и разрабатывают для нас IT-продукты, IT-сервисы. Какие отрасли в нашем округе сейчас нуждаются в IT-шниках, те, что связаны с безопасностью больше всего? Да все. Все? Все нужны, да. Мы всегда говорим, что IT-шников не хватает, то безопасников не хватает еще и гораздо больше. Потому что IT-шников готовили мы уже давно, а вот к вопросу информационной безопасности прям так активно подошли все-таки там попозже по времени. Поэтому безопасников, конечно же, мало, тем более критерии информационной безопасности ежегодно увеличиваются, усиливаются вопросы инфобеза. Поэтому и количества специалистов у нас не хватает. Но мы готовим и открываем сейчас базовую кафедру совместно с Югорским неинформационных технологий. На базе Югорского госуниверситета у нас будет базовая кафедра по информационной безопасности. Такого, по-моему, в регионе никогда еще раньше не было. Первый будет. Вот. Начнем готовить своих безопасников со следующего года. Со следующего года. Мы в этом году открываем, но попадаем только на следующий. Цикл утверждения и лицензирования. Вообще информационная безопасность, это была тоже одна из ключевых тем на этом форуме. И в этой же студии мы с вами обсуждали два года назад. У нас же форумы проходят информационную безопасность периодически. Сейчас какая угроза изменились? Структура угроз информационной безопасности, например, чем два года назад. Вот в связи с последними событиями с февральскими. Ну, Витальевич продолжит. Я начну. Ну, значит, во-первых, увеличилось число этих угроз. Вот это мы вот точно сразу видим. Если за 2021 год, там у нас за год, мы там фиксировали на уровне 2,5 миллионов атак извне на нас, то здесь мы уже на сегодняшнюю дату видим эту же цифру. То есть около 2,5 миллионов уже за первое полугодие, не закончившееся, мы уже фиксировали. Да, фактически в два раза. Также, конечно же, методы атакующих усиливаются, да. Но мы тоже не стоим на месте. У нас команда наших безопасников в постоянной готовности. Поэтому, конечно же, это постоянная борьба. Она никогда не закончится, абсолютно никогда. Всегда будут злоумышленники, всегда будут те, кто будет противодействовать. Поэтому надо к этому относиться, как к ежедневной работе. Вот недавно наш сайт телеканала Югра, помнишь, это колония? Не только наш сайт. 100 тысяч сообщений в секунду была такая атака. И отбили, ничего. Наши молодцы. Наши молодцы, да. Только это все усугубляется. Как говорят хакеры, это просто не то, что вы хорошо защищаетесь, это просто им некогда было. Понятно. Вообще известно, вы являете, кто атакует-то? Кто действительно атакует-то? Или это все гомнита анонимно, непонятно кто? Надо понимать прекрасно, что в последнее время мы наблюдаем переход от атак отдельных хакеров или группировок на межгосударственный уровень. То есть это нормальная кибервойна. Кибервойна в том смысле, что нас атакуют профессиональные структуры. Причем уровень интеллектуальной атак существенно вырос. Ну не секрет, что раньше, грубо говоря, мальчишечка, который обучился и научился каким-то технологиям взлома, пытался. А сейчас вот Павел Игоревич назвал цифру, это результативных атак. А я приведу еще одну цифру. Вот на сегодняшний день мы наблюдаем порядка 10-12 миллионов атак в час. Это означает ДДОС. Вот наши сервера находятся под бешеной нагрузкой вот такой вот. Это у нас в округе все происходит? Окружные цифры это, да? Это окружные цифры. Про Россию это вообще... 13 миллионов в час. Я не укладываю эти цифры вообще в голове. Это, знаете, это вот просто огромные сети. Знаете, есть такое понятие ботнеты. Это роботы, которые находятся под контролем внешних. Компьютеры, которые атакуют наши реинформационные ресурсы. Давайте мы прервемся ненадолго. Мы снова в студии. Вы сказали, мальчик там сидит, да, и что-то делает. Один такой мальчик вот недавно рутюб полностью грохнул, потому что доступ оставили им. Уголили сотрудника, оставили доступ к нему. Ну вот он, собственно, и похоронил это наше благое начинание. Мы вот так же на форуме тоже со специалистами беседовали по безопасности. Вот я предлагаю тоже послушать этого специалиста. Этот человек работает и с нашим округом, в том числе он и в Екатеринбурге, эта женщина. В связи со всеми последними событиями, которые у нас в феврале начались, мы занимаемся разработкой средств защиты, мониторингом инцидентов информационной безопасности. За этот период возросло количество компьютерных атак. Организации, которые раньше об этом даже не знали, сейчас на них идет шквал атак, у нас по мониторингу в 4,5 раза возросло количество выявленных компьютерных атак. Начались очень большое количество атак на машиностроение, нефтегазовый сектор, госсектор. Хакеры у нас закрываются, поэтому если мы будем смотреть чисто по айпишникам, нам это на самом деле ничего не скажет. То есть страна происхождения, но тем не менее это в любом случае зарубежные атаки. То есть как только какой-то из представителей особенно выскажется по поводу происходящей спецоперации, то сразу же происходит на официального представителя, на эту организацию происходит атака практически всегда. Съездили на Украину и начали бомбить сервера. А в чем интерес вообще тех, кто атакует? И о каких потерях может идти речь? Только когда громкое заявление сделаешь, только из-за этого тебя начинают атаковать. Интерес людей, кто вот именно устраивает эти атаки. Самое главное это прекратить нормальную работу информационной системы. Ведь у нас же окружные системы это не просто так, это системы, которые обслуживают. Например, МФЦ, это обслуживание населения, это подача. Если система перестает работать, то люди не могут получить государственную услугу. Вторая вещь, не скрою, что за счет повышения интеллектуальности атак, конечно, опасность утечки персональных данных. Как воспользуются люди персональными данными, вот такую утечку, там могут быть разные сценарии. И вот это, наверное, самая такая важная угроза. То есть защитить наши системы, потому что хотим-то или нет, но любая, вот в МФЦ, у вас же там хранятся персональные данные. И вот это следующая вещь. Ну и, наконец, третья, конечно, это определенная такая политическая флёр. Ну то есть мы сломали, мы что-то сделали. Язык показали, да? Понятно. А может инфраструктурным объектом быть нанесен урон прямой? Например, вторгнуться они в какую-нибудь теплоэлектростанцию нашу, да, обслуживание. Такое вообще возможно? Ну чисто теоретически. Почему нет? Теоретически возможно. Но у нас такого не было. Но при этом мы понимаем, что эти объекты там наиболее защищены. И, конечно же, там тоже работают безопасники высокого уровня. И они защищают полностью периметр от внешнего вторжения. Откуда эти люди? Из каких стран? Вот всё-таки. Отовсюду. То есть без разницы, да? Конечно. Это не наши ближние зарубежья, в том числе. Хочу привести пример. У нас ежегодно по 500-700 миллионов люди отдают интернет-мошенникам. Когда началась специальная операция на Украине, количество интернет-мошенников снизилось в 2,5 раза. То есть получается, что людям можно прямую привести дата-центры, где находятся. Насколько можно повлиять на людей, чтобы они деньги-то не отдавали, не называли свои счета? Да вообще, как можно справиться с этой ситуацией? Может, даже не о наших людях идёт речь, а вообще с нашей стороны. Как обучение и постоянно говорить жителям, что нельзя это, 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 это. На той стороне работают прекрасные психологи. И психологи, да. Они мне неоднократно звонили. Всем звонили. Да. И когда они разговаривают, ты всё равно даже умом понимаешь, что это не те, за кого они себя выдают. И ладно, я давно в этой отрасли это знаю. Я понимаю, что кому-то они наберут, и кто-то, соответственно, поверит в эту историю. И сколько бы мы ни говорили, находятся люди, иначе бы они, хулиганы эти, не звонили просто. Поэтому, не знаю, ежедневно, ежечасно всем нужно говорить. Смотрите, кто звонит, что за номер хотя бы. Ну, там сейчас они по-разному меняют. Ну, это уже замена номера, это уже всё равно история посложнее. Обычно они там с любых звонят. Ну, и, соответственно, лучше самому перезванивать на горячую линию соответствующего банка или ещё чего-либо. Ну, что говорить, у нас даже специалисты в УГД попадаются. Бывает. Можно я? Никто не застрахован. Коллеги, просто воспользуюсь трибуной, я считаю, что в округе сделана достаточно уникальная работа по заданию департамента. Это разработаны учебные курсы, они свободны, открыты для любых наших граждан, причём не только в регионе, они пользуются снаружи по защите персональных данных. Дело в том, что вот то, что Павел Игоревич сказал, все эти проблемы в определённой степени от некомпетентности, от незнания. Мы же выходим в другой мир, цифровой мир. И вот это вот умение работать и жить там так, чтобы было безопасно, ну, это как улицу перейти правильно на светофор. Нужно знать правила. Нужно знать правила. Вот сейчас такие курсы в округе разработаны, они доступны. Вот за прошлый год у нас прошло 15 тысяч лишних обучений на сети. Где их можно посмотреть? Сайт у нас на Адамхмауа. Вот я сейчас точную ссылку, да. ДО.юрит. Да, ДО. ДО, да, вот Павел Игоревич. Я знаю, что правило. Давайте от безопасности персональных данных перейдём к безопасности детей. Югра вот в своё время стала первым регионом в стране, где при поддержке окружного правительства был реализован проект по безопасности детей в интернете. Называется «Касперский Safe Kids». Вот что это такое и получила ли эта программа своё развитие? Да, конечно, мы запустили этот проект уже года три назад. Мы предоставили сперва родителям всех первоклассников, потом этот проект развивался, развивался. Вот насколько я сейчас помню, мы с первого по седьмой класс обеспечиваем лицензии Safe Kids'а всех родителей, там, с первого по седьмой класс, у кого учатся дети. Причём лицензия действует не только на школьников в этом диапазоне, а на всю семью. То есть на любое количество устройств, на всю семью, даже если у вас трое детей разных возрастов, всем троим детям можно устанавливать. Ну, на самом деле, очень прекрасное решение. Я его использую уже даже больше, чем три года. Я ещё раньше начал для своих детей использовать. Помогает и мониторить, чтобы ребёнок не ходил в разные запрещённые места. Контролировать время работы на гаджетах, что очень важно для наших детей, потому что залипают, ничего не скажешь. А как это контролируется? Там выключается гаджет? Выставляешь время, и всё. И если время закончилось, то извини, только позвоните. И чем раньше начать, вот я для средней дочки это начал с двухлетнего возраста, периодически давая ещё свой гаджет, включая эту программку. Ну и всё прекрасно это зашло. И она понимает, это опять же правила игры, про то, что говорил Андрей Итальевич, да, это нужно ребёнку сразу доводить правила игры. Не просто бездумно отдать гаджеты, делать что хочешь, а ты вот выставил правило, сказал, что время ограничено, ресурсы ограничены. Свет ограничен. Да, и всё. Надо использовать всем родителям очень крутая вещь. То есть советуйте. У нас история с кибербуллингом насколько актуальна для нашего округа? Имеет место быть. Ну тоже, наверное, как и в других регионах. Примерно. Я не могу сказать, что мы отличаемся в худшую или в лучшую сторону, просто эта тема актуальна в любом случае. Мы понимаем прекрасно, что ребёнок, особенно в школе, в пору формирования, личность и так далее, он уязвим. И тут, что секреты таить, в ряде случаев родителям не хватает времени отследить, а он не умеет и не понимает последствия. Ну, условно говоря, опубликовал свою фотографию, ещё что-то сделал. Он же, эта фотография на всю жизнь останется с ним, потому что её практически невозможно из среды интернета убрать. Вот в этом смысле инструменты типа Safe Kids, то есть в этом смысле, конечно, честь и хвала компании Касперского, которые сделали. И вот такие другие инструменты, это очень важно по этой вещи. Я могу сказать, что мы даже делали специальный анализ по социальным сетям, насколько это развито, что попытка предсказать. Ну, пока не очень получилось, но тем не менее, вот ещё это задача, которая стоит. А какие у нас соцсети самые, скажем так, кибербуллинговые? Кибербуллинговые. Вконтакте? Вконтакте, конечно, наша самая массовая сеть. И молодёжная. Да, и молодёжная, да, которая есть. Вот самая такая ключевая. Там просто, честно скажу, в ряде случаев проблема доступа к информации. Надо же мониторить вот все эти события, а они ведь очень быстро происходят в классах. Вот что касается развития программного обеспечения. Вот по некоторым данным мы отстаём от так называемых передовых стран на 30 лет. Ну, такие цифры называют. Мы на отечественное ПО в таких ведущих отраслях будем переходить. Ну, 30 лет, это, конечно, не знаю, что за эксперты называют. Это западные наши парнии. Западные парнии. Отставание по каким-то, опять же, направлениям есть, но по каким-то, наоборот, мы передовики. Вот мы уже сейчас назвали, да, производителя уже, не знаю, скоро за рекламу уже посчитают, наверное. Но, например, Касперский, он же во многих странах внедряется. И по вопросам, там, антивирусной защиты и информационной безопасности, это, ну, одно из передовых решений. Наши разработчики, там, компания «Инфотекс», которая железячные платформы, программно-аппаратные комплексы делает. Да, кстати, она, собственно, они тоже передовые решения по информационной безопасности. Их тоже используют, в том числе, в заграничные компании. Ну, понятно, что сейчас уже рынок маленько перестраивается. По каким-то, да, по каким-то решениям мы отстаём, но мы отстаём только по одной простой причине, потому что мы ими не занимались до этого. Не надо было. То есть, да, операционные системы, офисные системы. Ну, давайте уж честно говорить, мы, когда перешли в 90-е на продукцию компании «Майкрософт», мы даже задачу, страна задачу такую не ставила перед собой, что нам нужно это заместить чем-то своим. Нас подсадили. И эта задача встала, на самом деле, только вот 7 лет назад. Но программисты, опять же, у нас толковые, их много. Да, у нас было отставание, но сейчас уже там ряд неплохо. Плохих продуктов на рынке есть, импортозамещенные, операционные системы, офисные. Всё равно есть ряд задач, которые недавно встали, да, опять же, про которые не говорили, что их нужно импортозамещать. Ну, например, там, ЦАП какой-нибудь, об этом тоже речи раньше не шло. Но, как бы, я думаю, что это отставание, но 3-5 лет. Ну, это просто приводились, кстати, перед форумом. Мишустин сказал, что у нас в ряде технологий всего 20% программного обеспечения российского. И он, насколько я понял, говорил про производственные моменты. Ну, так и есть. Нефтяные и так далее. Вот мы не придём к тому, что мы вообще останемся без этих отраслей. В нефтянке, в той же, например. Всё иностранное. Никто не мешает нам сделать это ТПО трофейным на первое время. И, собственно, за то время разработать свой продукт, который сможет даже по функциональности превышать зарубежный аналог. То есть, ну, жизненный цикл продукт, вот Андрей Витальевич, наверное, не даст тут перегнуть палку, но года за три разработать приличное решение даже такого для ERP-систем вполне возможно. И это там не нужно быть семи пядей во лбу, нужно просто хорошую команду толковых медлов и сеньоров. Поэтому отрасль точно ни одна не встанет. Наши информационные безопасники уже на местах и на предприятиях придумали, как ограничить возможное обновление этого программного обеспечения. Ну и сейчас я уверен, что ряд направлений, в том числе и те, которые озвучил Мишустин недавно в Нижнем Новгороде, они сейчас активно начнут разрабатывать собственные решения. Ну, я думаю, на этой оптимистической ноте... Да, время нашей программы завершается. Благодарю наших экспертов за погружение в киберпространство. И отмечу, что любая безопасность, в том числе информационная, начинается с нас, с вами. С нашего отношения к этой безопасности до следующей встречи в эфире телеканала Югра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова